Приветствую наших уважаемых подписчиков. Давно мы с вами не встречались в прямом эфире. Помашите нам ручкой, кто нас слышит и видит. Хороша ли связь? Добрый день, здравствуйте. Пошли цветочки и сердечки. Добрый день. Видно ли, слышно? Напишите нам. Пока у нас подключаются, я представлю нашего сегодняшнего спикера, врача-репродуктолога Мария Аркадьевна Умилютину. И мы сегодня с вами поговорим про качество яйцеклеток, про резерв яйцеклеток. Поэтому интересный должен быть эфир. Самый популярный от вас вопрос в директ про качество яйцеклеток. Мария Аркадьевна, пожалуйста. Да. Добрый день всем. Очень рада опять с вами встречаться в прямом эфире нашего аккаунта Аиста Капуста. И сегодня, мне кажется, для репродуктологов самая горячая, самая актуальная тема – это качество яйцеклеток. Скажем так, как всегда, есть понятие качества, есть понятие количества яйцеклеток. Они очень родственные, очень близкие между собой. И действительно, за последнее время эта проблема стала очень-очень острой. Если вспоминать 2005-2006 год, когда я писала диссертацию по бедному ответу яичников, то тогда материал, у меня были молодые пациентки, без видимых причин, у которых отмечается снижение авариального резерва, и было исследование, как проводить программу ЭКО. Вот тогда я этих пациентов собирала буквально по крохам в Центре акушерства и гинекологии все три года. Таких пациенток было очень мало, они вызывали удивление, любопытство репродуктологов, потому что было непонятно, как так может быть, такого никогда не бывает. Если взять мой прием сейчас, то, наверное, материал своей диссертации я наберу, ну, наверное, за пару недель. Потому что каждая вторая пациентка приходит к нам с проблемой сниженного резерва в молодом возрасте или с проблемой плохого качества яйцеклеток. Плюс, конечно, возраст проведения программы ЭКО с каждым днем сдвигается в большую сторону. Наши пациентки планируют беременность в все более позднем возрасте, поэтому проблема запаса яйцеклеток, она очень-очень актуальна. Почему так, да, почему мы не говорим, да, мужской фактор тоже, да, у мужчин снижается качество спермы, но все-таки эта проблема стоит не так остро, потому что у мужчины каждые три месяца обновляются, полнуются новые и новые сперматозоиды. И мужчина может вести самый отвратительный образ жизни, но если три месяца он станет идеальным мужчиной, да, будет кушать правильный продукт, вести правильный образ жизни, пить витамины, то через три месяца его спермограмма может стать близкой к идеалу. У женщины, к сожалению, все не так. Запас яйцеклеток женщине дается еще в утробе матери. При этом какие-то негативные факторы во время беременности на это тоже могут влиять. И она рождается с запасом в несколько миллионов яйцеклеток, но к началу репродуктивной жизни остается порядка 400 тысяч из них, и дальше месяц за месяц яйцеклетки расходуются. При этом ни одна яйцеклетка в цикле, как может показаться, потому что очень часто, когда мы разговариваем с пациентами перед программой ЭКО, они говорят, как же на стимуляции мы получим там 10-15 яйцеклеток, это значит, что мы ограбим следующие несколько циклов. На самом деле все абсолютно не так, и каждый месяц у женщины в рост вступает определенное количество фолликулов. Между собой они решают, кто будет доминантным, и он созревает, яйцеклетка образуется, созревает, овулирует, остальные фолликулы уходят в атрезию, то есть они умирают. В следующем цикле подходит следующий пул фолликулов, и вот так этот процесс непрерывно идет. С годами количество созревающих, готовых к созреванию фолликулов, находящихся на определенной фазе роста, она снижается. И вот здесь одним из самых, если не самым важным маркером является антимюллеров гормон. При этом я бы хотела обратить внимание, что антимюллеров гормон – это не фактор бесплодия. То есть, конечно, когда АМГ равно нулю, то есть запаса яйцеклеток нет, беременность наступить не может. Но при этом даже при АМГ 0,1, 0,17, если сохранен регулярный цикл, если яйцеклетки созревают, то, соответственно, беременность может наступить. Да, мы говорим про то, что со снижением АМГ снижается не только количество, снижается еще и качество яйцеклеток. Но при этом действительно от одной яйцеклетки может родиться ребенок, даже не один. Поэтому если овуляторный цикл сохранен, то даже при низком АМГ мы можем получить беременность. А у женщин, у которых нет других проблем, прекрасная спермограмма мужа, проходимые маточные трубы, все в порядке с маткой, с эндометрией. Если вдруг она прекращает предохраняться, и АМГ у нее 0,17, то у нее беременность может наступить в первом же цикле. Поэтому АМГ – это не фактор бесплодия, но это фактор, который определяет эффективность вспомогательных репродуктивных технологий, в первую очередь ЭКО. Потому что он определяет ответ на стимуляцию, количество полученных яйцеклеток, и, соответственно, конечно, прямая зависимость, чем больше мы получаем яйцеклеток, тем в большинстве случаев мы больше получаем эмбрионов. Поэтому вот здесь, конечно, АМГ – важный фактор, но вот очень много вопросов мы к ним скоро перейдем. Очень много вопросов АМГ – там единица, приговор это или не приговор, АМГ – 0,1 – это приговор, не приговор. Все это не приговор. А если говорить, как я уже говорила, почему эта проблема стала такой острой? Кроме того, что сдвигается возраст планирования беременности, конечно, при роде было задумано все немножко не так, и еще 100 лет назад женщину выдавали замуж в 15-16 лет, она начинала рожать детей, к 40 годам у нее уже было в большинстве случаев больше 10 родов, а иногда это могло быть и 15, и 16 родов, и дальше перед природой стояла задача сохранить женщине жизнь, немножко снизить ее фертильность, чтобы она могла воспитать всех детей, которых она родила, а не умереть от очередного послеродового кровотечения. Поэтому вот это снижение фертильности после 40 лет, оно было запланированным, обдуманным, скажем так, с точки зрения природы. Но все изменилось за последние 100, даже за последние 50 лет. И возраст рождения первого ребенка, количество детей в семье, возраст увеличился, количество детей в семье резко снизилось. И вот здесь женщина попала в такие ножницы, когда природа, еще у нее не было эволюционного механизма в течение столетий, чтобы как-то на эту ситуацию повлиять. И в то же время социальное давление женщина должна сделать карьеру, она должна все успеть, должна когда-то там продвигать по карьерной лестнице, родить ребенка, не рано, чтобы не мешать своим успехам. Поэтому вот здесь вот чисто природный, есть чисто природный механизм, который идет вразрез с социальными нормами нашими сегодняшними. Плюс очень много внешних факторов, которые могут влиять. Потому что для нас действительно, как я уже говорила, удивление. Что-то произошло за последние 10-15 лет, когда у абсолютно здоровых девушек до 30 лет начинается резкое снижение антимюллерового гормона, резкое снижение функции яичников, и начинается менопауза. Менопауза сейчас, вот там у моих ровесниц, начинается раньше, чем у наших мам на 5-7 лет. Это в первую очередь, конечно, связано с курением. И вот здесь курение, если говорить про лютых врагов яйцеклеток, курение – это самый лютый враг яйцеклеток. Курение в молодом возрасте. То есть если женщина курила, и потом даже в течение времени, после 35 лет она курить бросила, но негативное влияние на яйцеклетки никуда не ушло. То есть женское курение. Но в то же время есть очень большое количество внешних факторов. Одними из основных – это бисфенол А, это пластик, который окружает нас везде. И там есть разные типы бутылок, более-менее вредные. Но вот если мы говорим про планирование беременности, про качество яйцеклеток, то, конечно, использование пластика от пластиковых контейнеров дома, от воды в пластиковых бутылках. Нужно отказываться достаточно радикально. И это ДДТ, тот туст, который использовался в 70-80-е годы. Это профессиональные вредности, которые могут быть. Это хроническое воспаление, которое может влиять. И в талаты, содержимое шампуней. То есть вот сейчас ксеноэстрогены, внешние факторы токсические, тоже активно обсуждаются. Пока не выявлен один виновник, но, скорее всего, виновник не один. Поэтому вот здесь обращение в сторону, скажем так, более натуральных продуктов, как бы натуральной посуды, да, вот такой более экологичной жизни, разумной, она, конечно, вот здесь тоже может влиять, может играть свою роль. Конечно, мы не можем открутить все те вот яйцеклетка, да, она как женщина с хорошей памятью, она запомнила всё-всё-всё, всё, что с ней происходило в течение жизни, как зарубочки, это всё осталось. Но в то же время активное созревание яйцеклеток начинается за три месяца до зачатия. И вот в этот период мы можем стараться на это повлиять. Может быть, мы к вопросам, а то мы всегда не успеваем. Или могу ещё рассказать про, тоже будет много вопросов, сразу их постараюсь предвосхитить. Как мы можем повлиять нашими витаминами и лекарственными препаратами? Остановлюсь только на самых основных. В первую очередь это витамин D. Витамин D это наш фаворит и фаворит всех репродуктологов, потому что кроме повышения иммунитета, да, он улучшает работу яичников, он включается в синтез тестостерона и затем эстрогена, поэтому витамин D это фаворит номер один. Конечно, это фолиевая кислота, а уже неоднократно говорили, что мода, правда, на большие дозы фолиевой кислоты, она уходит, да, возвращается к маленьким дозам порядка 400-800 микрограмм, но фолиевая кислота это то, что может стабилизировать молекулу ДНК, что снижает риск развития пороков нервной трубки плода, пороков сердца, поэтому фолиевая кислота также остается нашим фаворитом. Сейчас очень много вопросов, мы об этом еще поговорим, про инозитол. Инозитол, инозит, он еще может называться, это вещество из-под группы витамина ВВ, он может позитивно влиять, вот здесь тоже были вопросы доказательные, недоказательные, да, скажем так, есть тенденция, что он может позитивно влиять на созревание яйцеклеток. В первую очередь, все-таки это касается синдрома поликистозных яичников, когда АМГ высокий, есть нарушение овуляции, есть инсулинорезистентность, и вот на этот механизм он абсолютно доказанно влияет, и действительно инозитол работает. Если говорить про снижение резерва, то вреда здесь инозитол не окажет, к истощению яичников он не приведет, но какой-то супервыгоды этого применения мы уже, конечно, не видим. Препараты селена и цинка тоже могут назначаться, они имеют важную роль в репродукции, в работе ферментов, которые обеспечивают репродуктивные функции. Но вот мне очень бы хотелось подчеркнуть, что есть понятие компенсации дефицитов, и есть понятие избытка. Если мы компенсируем дефициты, то да, действительно, дефицит фолиевой кислоты, дефицит селена, дефицит цинка, дефицит витамина D, компенсация дефицитов – это прекрасно. Но избыток, вот как во всем, да, можно съесть кусочек торта, можно съесть целый торт, и от него уже будет невкусно, а будет уже как-то даже совсем нехорошо. Вот то же самое со всеми витаминами. Их избыток, постоянный неконтролируемый прием, ни к чему хорошему не приведет, и вот здесь какого-то улучшения кардинального качества яйцеклеток он не даст. И у меня, кстати, была пациентка, которая тоже, ну, из лучших побуждений, как всегда, она принимала несколько спортивных добавок мультивитаминных, в которых в концентрации там тысяча процентов суточной нормы витамина D, тысяча процентов суточной нормы витаминов группы B. И почему мы начали это раскручивать? Потому что у неё там по назначению было всё скромно, но яйцеклетки были такие, что эмбриологи схватились за сердце и сказали, о боже мой, что это, что она принимает? Здесь какое-то токсическое воздействие. И вот единственное токсическое воздействие – это был прием спортивных комплексов поливитаминов, в которых идёт многократное превышение суточной нормы. Поэтому всё хорошо в миру, эти витамины очень нам влияют. Ещё не сказала про компенсацию дефицита железа, который есть у 70%. Конечно, когда мы это компенсируем, то у нас лучше работают митохондрии, энергетические станции клетки, у нас идёт лучше созревание, лучше дробление. Это всё влияет на препараты йода, если нет противопоказаний. Очень важен белковое питание и уровень общего белка, потому что белок – это строительный материал. Важны натуральные жиры, потому что стероидные гормоны – это гормоны, которые синтезируются из жира. Поэтому вот это всё важно, но всё должно быть в очень разумном количестве. Мария Аркадьевна, а жиры какие? Более конкретно можно? Это полиненасыщенные жирные кислоты в первую очередь. И, конечно, исключение фастфуда – это безусловно, потому что здесь можно говорить бесконечно. А так, конечно, полиненасыщенные жирные кислоты с хорошей пропорцией. Их они очень помогают. Сейчас говорят о том, что кусочек сала… Кусочек сала – это прекрасно. Полезен для гормонального фона женского, да? Да. Хотела, чтобы вы нашим подписчикам кратко рассказали, какая диагностика может нам говорить о том, что низкий авариальный резерв. Что она должна… АМГ и… Ну вот, каждая женщина, даже если она не планирует беременность, даже если она сейчас об этом не задумывается и думает, что она подумает об этом когда-то потом, она должна знать уровень своего антимюллерового гормона. Это просто – пойти в лабораторию. Причём антимюллеровый гормон сдаётся на любой день цикла. И нормы его тоже интерпретировать достаточно просто. Если он приближается к единичке, это повод к тому, что задуматься о детях лучше сейчас. Если это никак не входит в ваши планы, рядом нет принца на белом коне, да, там, ну, какие-то там интересные проекты, вы, в принципе, не созрели ещё для материнства, есть выход – это замораживание яйцеклеток, витрификация ацетов. Потому что, к сожалению, даже если вести абсолютно идеальный образ жизни, кушать только правильные продукты, вовремя ложиться спать, принимать витамины, возраст никуда не денется. Как появятся там к 40 годам морщины на лице, точно такие же возрастные следы, они есть на яичниках. Когда мы делаем витрификацию ацетов, замораживание ацетов в молодом возрасте, они и через 10 лет остаются в том возрасте, в котором мы их заморозили. Разморозить их можно через 10, через 15 лет, и родить ребёнка, да, и качество яйцеклеток будет соответствовать возрасту замораживания ацетов. Само замораживание яйцеклеток займёт не больше 2 недель. То есть цикл ЭКО, когда мы яйцеклетки получаем, мы уже на 14-й, самый поздний, на 15-й день цикла мы уже делаем пункцию и получаем яйцеклетки. Поэтому можно выделить 2 недели своей жизни и яйцеклетки сохранить. Есть ещё понятие количество антральных фолликулов. То есть когда мы на ультразвуке, смотрим, как выглядят яичники. Но это очень субъективно. И вот здесь у меня были случаи, когда у пациентки у неё минимальный резерв, уже ФСГ начинает повышаться больше 50. Мы пишем 1-2 антральных фолликула, она делает где-то ультразвук рядом с домом, говорит, у меня такой прекрасный цикл, у меня в этом цикле насчитали 5 фолликулов с одной стороны, 5 с другой. Вот что-то поменялось, наверное, повлияли эти витамины. Она приходит на ультразвук, картина абсолютно такая же. Просто другой доктор, немножко по-другому, особенно кто не занимается репродукцией, немножко по-другому описал яичники. Поэтому количество антральных фолликулов, да, показатели, которые используются в научной литературе, которые мы используем, но реально он имеет огромную разницу в разных руках. Даже одни и те же доктора одного и того же отделения ЭКО посчитают количество антральных фолликулов по-разному. Поэтому, в первую очередь, это возраст и уровень антимюллерового гормона. Дополнительно гормоны не надо сдавать. В комплексе АМГ не смотрится. Ну, если мы говорим про снижение, там, конечно, нам важны гормоны щитовидной железы, да, сами по себе. Нам важен пролактин для определения функции. Соотношение ЛГФСГ-эстрадиол. Ну, если говорить, что вот сейчас не встает вопрос прям ближайшего планирования беременности, да, антимюллерового гормона знать свой нужно. Хорошо, давайте переведем к вопросу, который нам задали подписчики под постом. АМГ-001. Это приговор только донорские яйцеклетки? Вот здесь нужно смотреть, сохранен или не сохранен свой цикл, то есть свое созревание фолликулов. Если активность яичников сохраняется и в возрасте до 43-44 лет сохраняет возможность получить свою яйцеклетку. Если своего цикла нет, цикл есть только на заместительной гормональной терапии, можно попробовать провести стимуляцию, но эффективность ее будет менее 1%. То есть когда уже нет своего цикла, мы крайне редко, у меня была такая пациентка, когда мы родили сначала с донорской яйцеклеткой, а потом мы получили беременность собственной яйцеклеткой, но там все равно какая-то остаточная активность яичников, свое созревание фолликулов все-таки было. АМГ 1,4 в 30 лет, это приговор? Нет, это норма, абсолютно не повод для переживаний. Нужно опять же посмотреть достаточные уровни витаминов, скорректировать немножко режим, отследить, как АМГ себя ведет, не откладывать надолго материнство, но это абсолютно не приговор. То есть если мы пересдадим через какое-то время АМГ, он может двигаться? Он может двигаться, причем его можно сдать в этом цикле, он будет 1,4, в следующем цикле он будет единичка, еще через цикл он будет 1,6. И все это будет как бы колебание, там разумное колебание в пределах нормы, потому что если говорить вот прям формально, антимюллеров гормон синтезируется фолликулами на определенной стадии роста, которые в ближайшее время собираются пойти в рост. Да, и это соответствует примерно общему запасу фолликулов. Но в рост могут собираться в одном цикле одно количество фолликулов, в другом цикле немножко другое количество фолликулов, поэтому АМГ может меняться. Он не должен быть всегда одной и той же цифрой, он зависит от достаточно многих факторов, и его колебания в пределах единицы являются нормой. Хорошо. Просит поподробнее рассказать про инозитол, как средство для улучшения качества яйцеклеток, но исследования говорят о том, что нужно принимать его совместно с фолатами. Можно ли поподробнее, потому что пишут, что из области недоказательной медицины. Понимаете, доказательной медицины тоже очень сложно провести исследование, которое доказывает, что что-то черное, а что-то белое. Он не обладает суперволшебным действием, но в то же время тенденцию, вот на практике мы видим хорошую тенденцию, но именно у пациентка с поликистозными яичниками, что действительно исследования с достаточно хорошей силой проводились, что применение инозитола, но вот здесь единственная доза должна быть адекватной, потому что адекватная доза – это порядка 4000 мг в сутки. У пациентка с поликистозными яичниками действительно разные цифры, от 40 до 60% случаев может восстанавливать овуляцию без применения каких-либо гормональных препаратов. Естественно, нужно ли его применять, пациентке с СПКН? Конечно, попробуй. Это витамин группы В, и в то же время мы можем получить овуляцию, мы можем получить беременность, и такие пациентки есть. У кого-то с поликистозными яичниками не прореагируют, потому что это тоже достаточно гетерогенный синдром, там много разных подтипов, но в то же время он действительно работает, он снижает инсулинорезистентность, и, допустим, наше отделение любит принимать инозитол даже с целью снижения веса для улучшения углеводного обмена. Нередко он работает, даже когда есть небольшое повышение андрогенов, это всё завязано на инсулин, на инсулинорезистентность. Небольшое повышение андрогенов тоже может скомпенсироваться только на фоне приёма инозитола. Поэтому вот здесь это препарат, который мы любим и используем активно, в котором мы не видим практически никаких побочных эффектов, поэтому при синдроме поликистозных яичников его применять очень хорошо. Спасибо. Мне 38 лет, готовимся в третий протокол, вторичное бесплодие. Трубный фактор, не исключён хронический эндометрит. На руках квоты, весной не попали, сдала гормоны. АМГ 0,92 во вторую фазу цикла, год назад был 2,14, лаборатория одна. Сейчас ФСГ 9,3, граница нормы, ЛГ 9,75, повышенная граница, эстрадиол 59, тестостерон 1,4, пролактин 15,2, прогестерон 14. Нужно ли обращаться для корректировки гормонов, может ли так сильно упасть АМГ, или нужно его пересдавать в первую фазу цикла? Ну вот здесь 38 лет, это всё-таки, конечно, такой порог, когда вот у нас есть такой порожек 35 лет, и потом достаточно выраженное снижение количества и качества яйцеклеток начинается в 38 лет. Вполне вероятно, что вы пересдадите АМГ в первую фазу, он будет 1,2, 1,3, 1,4, вряд ли, конечно, он будет порядка двух. Для, как бы, пора планировать код, надо планировать протокол, получать яйцеклетки, снижение это не критично, при том, что при невысоком эстрадиоле, эстрадиол-50, ФСГ-9, то есть повышение ФСГ ещё не началось, поэтому здесь мы не говорим ни о какой критичной ситуации, да, ситуация, которая требует конкретных оперативных действий, но никакой критичной ситуации сейчас нет. Надо планировать ЭКО, просто не откладывать, конечно, не откладывать там на Новый год, потому что там 39-40, это там действительно идёт серьёзное снижение АМГ, но здесь это всё в рабочем режиме, с репродуктологом можно решить, какой-то суперсерьёзной коррекции гормонов не требуется, АМГ лучше пересдать в первую фазу цикла, в этом цикле или в следующем, чтобы посмотреть, в принципе, динамику. Но за год так муку посеяли. Муку, да. Так, добрый день, было ЭКО и КСИ. Из 10 яйцеклеток оплодотворилась только одна, креотипы в норме. Это говорит о плохом качестве яйцеклеток? И может ли быть, что в следующем протоколе картина будет лучше? Другой цикл, другие клетки? Да, в большинстве случаев всё-таки, хотя оплодотворение, казалось бы, там, ответственность на сперматозоиде, оплодотворил он или не оплодотворил, всё-таки в большинстве случаев это связано с качеством яйцеклеток, с их созреванием. Вот как в разных циклах, разные годы, у нас погода летняя разная, и урожай в саду, там, яблоки. Когда-то созревают наливные, когда-то созревают зелёные, некрасивые, кислые. Вот так же в разных условиях может быть абсолютно разное созревание яйцеклеток. Поэтому нам нужно разговаривать с эмбриологами, что, или это такое ужасное качество спермы, если они говорят, что яйцеклетки все идеальны, там, допустим, из 10 яйцеклеток 8 или 9 зрелых, и к ним не было никаких вопросов и претензий, а к сперме было очень много вопросов. Но в большинстве случаев всё-таки это зависит от качества яйцеклетки, от её зрелости, степени зрелости, перезревания. И, соответственно, после этого репродуктолог немножко корректирует и препараты для стимуляции, длительной стимуляции, диаметра фолликула, на котором назначается пункция. Здесь очень много факторов, на которые мы можем влиять. Спасибо. Здравствуйте. АМГ перед ЭКО 4,49. Через 3 месяца 8,9. Через год АМГ 21. Все остальные анализы в норме. Сдавала в один день яичники, но УЗИ тоже хорошо. Ошибка? Ну, это скорее, наверное, всё-таки разные нормы лаборатории. Это тенденция, может быть, мультифолликулярные яичники. Но, в принципе, это тоже возможно. Это не говорит о том, что там ужасные лаборатории или что-то. Мы понимаем, что просто хороший запас яйцеклеток. Может быть, после стимуляции, немножко после активации яичников, работа немножко изменилась. Это не значит, что он будет расти куда-то дальше. Если вдруг идёт какой-то рост АМГ в большую сторону, больше 20, то тогда нужно смотреть другие овариальные факторы, другие гормоны, нет ли роста, и уже с этой ситуацией разбираться. Но, в принципе, такая ситуация возможна. Эффективны ли пептиды для улучшения качества яйцеклеток? Вы знаете, на самом деле нет ни одного серьёзного исследования, которое бы говорили о том, что пептиды эффективны для улучшения качества яйцеклеток. Поэтому вот здесь, в нашем отделении, мы их никогда не назначаем, потому что это высокая стоимость. И вот здесь только работает плацебоэффект. Как мы говорим, большая красная таблетка, вот если ты заплатил много денег, то, может быть, это сработает. На самом деле никаких серьёзных исследований нет. И это не очень, скажем так, порядочно назначать такие препараты. Могут ли из-за плохой яйцеклетки появиться ВПР у плода? Ну, теоретически, да. Но пороки развития, мы говорим, что всё-таки есть хромосомная патология, которая идёт напрямую из яйцеклетки. Пороки развития – это то, что может формироваться и во время беременности. Но какие-то мелкие дефекты хромосомные, да, там, делеции, дупликации, то есть когда все хромосомы на месте, но в структуре хромосом есть изменения, как раз могут приводить к множественным порокам развития. Поэтому, да, это может идти от яйцеклетки. При этом кариотип родителей может быть абсолютно нормальным. То есть на этапе образования яйцеклетки генетический материал может быть дефектным. Это не поддаётся коррекции? Это не поддаётся. Это как естественный отбор, да? Да. Было проведено два протокола ЭКО, и в обоих случаях был перенос эмбриончиков на третий день их развития, но беременность так и не наступала. Играет ли роль в этом случае качество яйцеклетки? 44 года, все остальные показатели хорошие. Вы знаете, здесь в первую очередь качество яйцеклетки. Здесь, конечно, если бы мы не говорили про возраст 44 года, мы говорили, надо дорастить эмбрионы. Растут они или не растут? В 44 года, наверное, есть два направления, и две школы, скажем так, два мнения репродуктологов. Кто-то говорит, что нужно уменьшать сроки культивирования, уменьшать нагрузку на эмбрионы, переносить большее количество эмбрионов на более ранние сутки. И таким образом мы можем дать шанс этим эмбрионам. И вторая точка зрения, что нужно делать генетическую диагностику, смотреть эти эмбрионы, выбирать здоровые и только тогда переносить. Да, это больше нагрузка на эмбрионы, но мы снижаем частоту невынашивания, мы снижаем вот такие непонятные программы, когда мы не знаем, мог эндометрий подвести? Да, мог. Могли эмбрионы не развиваться? Да, могли. Но если мы сделаем в 44 года генетическую диагностику эмбрионов, то 9 из 10 эмбрионов будет с хромосомной патологией. И 9 из 10 переносов мы просто отменим и не будем делать, потому что у нас нет здорового эмбриона для переноса. Поэтому вот здесь в такой ситуации мы рекомендуем уже тогда переходить к культивации до 5-х суток, делать эмбрионам генетическую диагностику и смотреть. И скорее всего там будут ответы практически на все вопросы. Может ли упасть АМГ после стимуляции? Был короткий протокол. Показатель до стимуляции 0,8, после 0,2. Ну вот если нужно смотреть, какие еще факторы были, скорее всего стимуляция наложилась на какой-то процесс в яичниках, потому что чаще мы видим небольшое повышение АМГ после стимуляции. Все-таки повышение, да? Может ли в одном цикле качество яйцеклетки быть хуже или лучше, чем в следующем? Да, разные циклы. Иногда бывают, к сожалению, мы не можем это предвидеть, если яичники считают, что это у них аневолюторный цикл, и мы проводим стимуляцию, как бы правдами и неправдами получаем яйцеклетки, они плохого качества. В следующем цикле абсолютно другие условия, абсолютно другой рост яйцеклеток может быть на тех же препаратах. Поэтому, да, как погода в разные годы, в разные дни, вот так же условия для созревания яйцеклеток в каждом цикле свои. 37 лет, АМГ 3 и 15. Реально ли забеременеть естественным путем? Знаете, показатель, как я уже сказала, показатель АМГ, он не является фактором бесплодия. Это прекрасный показатель для 37 лет. Вопрос, если не было длительного планирования беременности, да, вот если человек просто вот сейчас перестал предохраняться в 37 лет с АМГ 3, конечно, у него перспективы лучше, чем с АМГ 0,5. И человеку с АМГ 0,5, да, женщине скажут, вы знаете, у вас есть полгода, через полгода нужно делать ЭКО, если беременность не наступила. С АМГ 3, да, можно год попланировать беременность, но это не значит, что ее можно планировать бесконечно, потому что есть еще состояние маточных труб, есть состояние эндометрии, есть само по себе качество яйцеклетки. Поэтому вот здесь огромное количество факторов, которые могут влиять. Поэтому высокий АМГ не должен так расслаблять, что там проблемы нет, да, все равно как бы паспортный возраст, это паспортный возраст, о нем нужно помнить. Но АМГ, конечно, для 37 лет просто прекрасный. Повторяются вопросы, но все же мы так, для закрепления. Как сильно может меняться АМГ в течение цикла или в двух соседних циклах? И в какие дни цикл лучше все-таки сдавать? Он может меняться в пределах единицы. Анализ можно сдать на любой день цикла. Нет такой зависимости, что в начале цикл он ниже, во вторую фазу выше. Поэтому теоретически он мало меняется в течение цикла. Классически мы сдаем просто, чтобы сразу оценить и антимюллеров гормон, если ЛГФСГ и эстрадиол, второй-четвертый день цикла. Так, поняла. Такой вопрос. Горячий душ, прямо почти кипяток, влияет на АМГ? Ну, нет, все-таки там есть прослойка, поэтому здесь, если мы говорим про яйцекретки, все-таки это глобально не влияет. Интересный вопрос. Информативен ли анализ при приеме КОК? Если да, то на какой-то день цикла? Нет, абсолютно не информативен. На фоне контрацептива яичники засыпают, поэтому АМГ будет низким. Когда они проснутся, АМГ повысится. Также на приеме Визаны могут быть вопросы, на приеме Дефириллина, Депон, на приеме агонистов, поэтому здесь после отмены контрацептива АМГ повышается. Почему нормальные значения АМГ ограничены сверху, от 2 до 5? Бывают ли слишком высокие АМГ? Знаете, вот слишком высокие, это как слишком много денег. Конечно, это вот, когда ко мне приходит пациент, говорит, у меня вот такая трагичная история, у меня поликистозные яичники, АМГ там 21, я говорю, боже мой, это прекрасно, это мечта репродуктолога, потому что если у нас есть яйцеклетки, у нас будут дети. И опять же с возрастом АМГ израсходуется, и все равно придет тот день, когда он будет 0. Поэтому если он высокий, да, это может создавать текущие проблемы при очень высоком АМГ. Чаще всего бывают поликистозные яичники, там могут быть нарушения овуляции, но это все корректируется. Поэтому вот здесь с точки зрения ЭКО это может быть только прекрасно. Да, у нас есть риск гиперстимуляции, но мы знаем, как его избежать. Но вот здесь, когда у нас следующая пациентка придет с АМГ-01, да, или с АМГ-001, и там ФСГ-50, и мы пытаемся где-то получить яйцеклетку, когда мы видим АМГ-21, мы просто радуемся, потому что да, это требует каких-то действий, но это вот, как я уже сказала, когда много денег, да, наверное, надо о них беспокоиться, положить их в банк, они дают каких-то хлопот, но это хлопоты приятные. 34 года. Как улучшить качество яйцеклеток? Чего избежать? Стадия подготовки к беременности. Заранее спасибо. Вот как я уже сказала, попытаться избегать пластика, это реально, я думаю, что через 10 лет мы это будем оценивать в гораздо более, как бы, темных тонах, да, и когда эффект негативный будет очевиден, но уже сейчас, как бы, эти разговоры, они становятся все активнее и активнее, то есть какой-то, скажем так, экологичный образ жизни, это любовь к себе с правильными, там, вовремя ложиться спать, и это влияет, понимаете, лучше, чем какая-либо баночка, там, заказанная на iHerb, да, режим дня. Это, конечно же, не курить, это регулярная половая жизнь, да, и, как я уже сказала, это приемом витаминов, компенсацией дефицитов. Является ли низкий АМГ 0,5 сам по себе показанием к ЭКО, при всех остальных хороших показателей? Если при таком АМГ есть бесплодие, то есть это и проблема наступления беременности, то, конечно, этот показатель, да, он говорит о том, что ЭКО нужно делать сейчас, потому что, когда он еще упадет, ЭКО делает, как бы, очень многое, и сейчас вот этот, как я уже говорила, сдвиг репродуктивной функции в более поздний возраст, да, совершенно не был бы возможен, если бы не было ЭКО, и как раньше, когда, вспомните, 20-30 лет назад было вот этой женщине, ей надо родить, надо родить в 20, потому что дальше непонятно, получится или нет, и эффективных методов лечения не было. Сейчас все расслабились, у всех там друзья, коллеги, родственники, все сделали ЭКО, все родили и в 45, и в 47, и в 48, и даже в 50, поэтому все расслабились, говорят, ну, если что, мы сделаем ЭКО, но в ЭКО есть тоже свои секреты, и вы не представляете, какое количество донорских программ проводится, поэтому вот здесь легкость, которую мы там отдаем, нам прислали наш акушер, да, там, женщину 48 лет, и мы буквально через 2 месяца вернули ее к ним наблюдаться уже по беременности, у них складывается впечатление, что это все очень-очень легко, на самом деле, да, вот здесь есть наши подводные камни, есть наши маленькие секреты, поэтому, да, если стоит вопрос беременности, беременность не наступает достаточно давно, а МГ меньше единицы, конечно, нужно делать ЭКО и не тянуть, чтобы потом не встал вопрос об использовании донорских яйцеклеток. Мария Аркадьевна, вы сказали про вред курения, а что скажете о курении кальяна? То же самое, как бы курение кальяна, оно чуть меньше действует на яйцеклетки, но оно очень негативно влияет на легкую, на легочную ткань, вызывая в дальнейшем и физемы легких, поэтому здесь нет, мы не можем сказать, что это безобидная как бы слабость. А у меня повышенная фолиевая, что это может означать? Ну, повышенная фолиевая, скорее всего, вы в каком-то виде ее получаете извне, да, поэтому нужно смотреть все пищевые добавки, питание, может быть, какие-то консервированные продукты, в которых вы ее получаете, да, и опять же, для того, чтобы понимать истинный уровень фолиевой кислоты, нужно смотреть фолиевую кислоту не в плазме крови, а в эритроцитах. Там его уровень может быть абсолютно другим. Что скажете о препаратах фолиевую и витажиналь? Хорошие препараты, в них немного витаминов, но это неплохо, да, как бы, поэтому здесь, да, витамины, которые мы активно используем. Так, омега и витамин Е, препарат Норвесо, что-то слышали про него? Не назначала его. Опять же, по витамину Е, да, сейчас, ну, женские консультации до сих пор его любят назначать, но всё-таки из репродуктивной моды он вышел. И если брать большие популяционные исследования по влиянию на качество жизни, то есть исследования, что витамин Е сокращает продолжительность жизни. Поэтому вот здесь дозу витамина Е и длительность приёма нужно смотреть. По омеге, да, только как бы позитивная информация, скажем, позитивная или нейтральная, но здесь тоже доза омега-3 тоже не надо превышать, потому что на неё часто могут реагировать печёночные ферменты. Можно ли для улучшения ацитов добавить в питание во время длинного протокола конопляный протеин? Можно. 6,95 АМГ, 37 лет, беременность не наступает третий год, на учёбе в маниак результата нет. Прогестерон 3,7, свободный тестостерон 1,1, дегидротестостерон 320, пролактин 254, по УЗИ на 18 день вторая фаза. Что-то про дом. Ну, вот здесь 3 года не наступает беременность, 37 лет, да, прекрасная АМГ, но тем не менее это показания к проведению ЭКО. Расскажите, пожалуйста, коротко про ИКСИ. ИКСИ – это наша эмбриологическая методика. Если мы говорим про стандартное ЭКО, то эмбриолог берёт яйцеклетку, помещает её в питательную среду, добавляет к ней порядка каждой яйцеклетки, порядка миллиона сперматозоидов, и дальше они между собой сами разбираются, кто кому нравится, какой сперматозоид яйцеклетку оплодотворит. Если мы говорим про ИКСИ, то эмбриолог в одну руку берёт яйцеклетку, выбирает под микроскопом самый красивый, на его взгляд, сперматозоид, и с помощью такой микроиглы вводит его под оболочку яйцеклетки, то есть эмбриолог производит оплодотворение. Какие показания к этому? Показания в первую очередь тяжёлый мужской фактор бесплодия, когда мы знаем, что сперматозоиды никого не захотят оплодотворять сами. Раньше была тенденция, допустим, когда мы здесь открыли отделение в 2008 году, эмбриологи гордо заявляли, что кто лучше меня может отобрать сперматозоид. Я выберу самый красивый, и у нас результаты после ИКСИ будут лучше, чем после ИКО. Мы всё контролируем, у нас всё под контролем. Сейчас за последние 10 лет вышли несколько крупных исследований, которые обобщили весь материал и сказали, что нет, это не так. Эмбриолог выбирает на свой вкус и цвет, чисто визуально, а у яйцеклетки больше 100 систем отбора сперматозоидов биохимических, поэтому вот здесь если можно рассчитывать на самостоятельное оплодотворение, то нет ничего более естественного. Как на одном из конгрессов один замечательный профессор сказал, что так яйцеклетка оплодотворяется, плескаясь в тёплом бассейне со сперматозоидами, а так её буквально протыкают иглой и заставляют оплодотворяться. Поэтому ИКСИ – это величайшая методика, которая помогает при мужском факторе. Показанием могут быть изменение качества яйцеклетки, утолщение оболочки яйцеклетки, но при этом мы не решаем проблему. То есть единственная яйцеклетка, полученная, не является показанием для проведения ИКСИ. Вот наши эмбриологи, они с большей долей вероятности, но если сперма нормальная, они этой яйцеклетке сделают ЭКО, потому что всё-таки много мембраны яйцеклетки может быть чувствительна к проколу, некоторые клетки дегенерируют, обижаются на это, могут рассыпаться в руках, особенно возрастные яйцеклетки. Поэтому вот здесь это искусство эмбриолога решить в неоднозначной ситуации, лучше делать ЭКО или лучше делать ЭКСИ. Свой цикл есть. Несколько попыток ЭКО. Последний забор яйцеклеток, одна клетка прекратила развитие к пятому булу. Было ЭКСИ. Видимо, что можете порекомендовать? Вопрос. Можно ещё раз? Несколько ЭКО. Несколько ЭКО. Последний забор яйцеклеток, одна клетка прекратила свою развитие к пятому булу. Было ЭКСИ. Ну вот здесь смотреть, можно ли получить больше. Как я понимаю, что идёт снижение количества яйцеклеток. Посмотреть, что в естественном цикле можно получить, когда мы на получение одной яйцеклетки не затрачиваем каких-то ресурсов, ни материальных, ни физических, когда она созревает сама, и дальше уже мы работаем с той яйцеклеткой, которую мы получили. Поэтому вот здесь, в такой ситуации, чаще переходим к естественным циклам. Если говорить про донорские яйцеклетки, нужно оценивать качество яйцеклеток, нужно оценивать возраст, нужно смотреть предыдущие программы, какие эмбрионы были получены. Мария Аказьминовна, странный комментарий. Если, зачитаю, фолликул, толщина эха 5 мм, до 12 фолликул. Признаки МФИА. То есть это, наверное, тонкие эндометрии, все фолликулы до 5 мм, мультифолликулярные яичники. Вот здесь нужно сделать УЗИ ближе ко второй фазе цикла, и самый главный вопрос, наступает или не наступает овуляция. Если овуляции нет, то, соответственно, нужно, скомпенсировав гормоны, нужно приступать к стимуляции овуляции. Слышала, что АМГ лучше сдавать отдохнувший и выспавшийся. Да, действительно, он может немножко меняться. Он не будет кардинально другим, но он может быть чуть лучше. ЛГ-12-33, ФСГ-5-18. Поликистозные яичники ставят. Цикл нерегулярный. Задержка по 2-3 месяца. Очень скудные. Ну, вот здесь, если стоит вопрос о беременности, то нам нужно готовиться к стимуляции. Если стоит вопрос регулярности цикла, то мы немножко не стимулируем здесь овуляцию или стимулируем овуляцию более мягкими методами. Первый момент. Обязательно должна быть вторая фаза. То есть нужны препараты прогестерона. Чего мы боимся на таких длинных циклах, что идёт перерастание эндометрии. То есть когда всё время первая фаза, идёт пролиферация, эндометрия разрастается. Есть риск гиперплазии. Поэтому нужны препараты прогестерона во вторую фазу. Вот в такой ситуации очень хорошо работает энозитол, про который я говорила. А если встаёт вопрос, что нужна беременность, то тогда, конечно, мы опять же используем энозитол, немножко регулируем цикл и приступаем к стимуляции. А подскажите, овуляция – это когда выделение как яичный белок или предвестники овуляции? Нет, чаще всего сначала появляется яичный белок. Это показатель того, что уровень эстрадиола уже вышел на определённый уровень, появляется яичный белок, и после этого овуляция случается обычно где-то дня через 2-3. Интересно. А МГ нужно сдавать на голодный желудок? Есть ли какая-то другая подготовка перед сдачей? Нет, и по большому счёту разница. Если вы съедите что-то лёгкое, глобальной разницы в результате не будет. Как линезетта помогает забеременеть в 30 лет? Ну, это нужно смотреть просто по ситуации, с какой целью её назначили. Как долго после переноса светло-коричневые выделения единичные считаются нормой? После переноса у нас могут быть какие-то скудненькие коричневые выделения сразу после переноса, мы на них вообще не обращаем внимания, и могут быть какие-то мажущие выделения, которые чаще всего начинаются примерно через неделю. Чаще всего мажут на имплантацию, то есть не пугаться – это хороший признак. Не пугаться, если не мажут, потому что 50% имплантации мажут, 50% не мажут. Но всё-таки такие выделения всегда требуют общения с лечащим врачом, потому что он может убрать кроверожжающие препараты, может назначить препараты, загущающие кровь, может увеличить дозу прогестерона, может ничего не делать, оставить всё как есть, но это требует всё-таки общения с лечащим врачом. Бывает очень часто, то есть каким-то страшным это не является. Мария Аркадьевна, очень сложный вопрос. 5 замерзших беременностей, 2 генетика, синдром, может быть женский фактор, кариотипы и анализы в норме. Что можно сдать ещё? Вы знаете, здесь как бы однозначно нужно делать программу ЭКО и делать генетическую диагностику эмбрионов. И действительно, там может быть снижена пропорция в зависимости от возраста, мы понимаем, как в среднем должно быть. Но вот здесь вопрос получения здорового эмбриона, потому что эмбрионы с патологией бывают, к сожалению, у женщин с абсолютно нормальным кариотипом. Вот здесь нужно смотреть, потому что 5 замерзших беременностей, мы уже не можем опускать всё на самотёк, потому что в итоге страдает эндометрия. И дальше уже начинаются проблемы эндометрия. У нас, кстати, к слову скажу, что после эфира мы обязательно опубликуем в сторис видео от наших эмбриологов, которые проводят биопсию эмбриона. Очень занимательное видео. Обязательно под нашим эфиром задавайте вопросы и давайте нам реакцию. Давайте следующий вопрос. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, нам с мужем по 25. 5 лет не предохраняемся. Последние 6 месяцев планируем беременность, но безуспешно. Какие анализы сдавать? Есть ли повод для волнения? Ну, повод для волнения есть, конечно, потому что в 25 лет беременность должна наступать очень быстро и легко. И стандартное, полное обследование по бесплодию уже нужно пройти. Обязательно анализ спермограммы, обязательно гормональный профиль, обязательно УЗИ, обязательно проходимость маточных труб. Не знаю, правильно или прочитаю вопрос. Как вы относитесь к ГДА в протоколе подготовки к забору клеток? Правильно я прочитала? Ди-Эйч. Ди-Эйч, да. Но он вышел, к сожалению, из моды, на него возлагались огромные надежды, но сейчас он вышел из моды, потому что исследования не показали вообще какой-либо эффективности. Это что, это гормон такой? Да, это аналог, это растительный аналог Ди-Эйч, который есть в яичниках, есть в организме. Сейчас все-таки обсуждается, продолжает обсуждаться прайминг препаратами тестостерона в течение 2-3 месяцев перед проведением программы. Но Ди-Эйч как антивозрастной фактор, кроме побочных эффектов, по современным исследованиям, да, побочные эффекты, там могут быть и прыщи, да, какие-то в испании на лице, андрогенные аллопеции, ну, не до стадии аллопеции, да, но в потере волос. Поэтому вот здесь есть побочные эффекты, сейчас он не рекомендуется, то есть помочь он не может, а побочные эффекты у него есть. Поэтому мы иногда можем его назначить уже в ситуации, когда ничего не помогает, но если быть честными, да, то его эффект не то, что не доказан, доказана его неэффективность. Добрый день, подскажите, пожалуйста, может ли тест на овуляцию показывать, что она есть, а на самом деле ее нет? Да, может, абсолютно. Эти тесты, допустим, у пациент с поликистозными яичниками, он все время будет показывать овуляцию человеку, которого ее вообще нет, потому что тест показывает повышение ЛГ больше 10. При поликистозных яичниках ЛГ может быть и 12, и 15, и 18 постоянно фоново. Поэтому тест будет показывать ЛГ, он даже не будет врать, он показывает то, что ЛГ повышен, но при этом это не будет говорить о том, что есть овуляция. 39 лет, ФСГ-100. Возможно ЭКО? ЭКО с донорскими яйцеклетками. У ребенка мутация в гене ГРН1, доминантная форма. Могла ли эта мутация возникнуть из-за дефекта яйцеклетки или сперматозоида? Мне 26, мужу 44. Здесь, во-первых, нужно общаться с генетиками, они в большинстве случаев могут провести и сказать, от кого попало. Но эта мутация или родители являются носителем. Если это доминантная форма, а родители здоровы, это значит, что это вновь образованная, вновь полученная мутация. Какой метод лечения при СПКЯ? Смотря что нужно, если встает вопрос беременности, поликистозные яичники, это самая главная проблема, это отсутствие овуляции. Соответственно, мы должны предпринять действия, чтобы эту овуляцию получить. Не забыть при этом проверить маточные трубы, спермограмму и все остальное, потому что параллельные проблемы тоже могут быть. Но реально изолированный синдром поликистозных яичников для репродуктолога – это одна из самых лёгких ситуаций. А алкоголь влияет на яйцеклетки? Да, влияет. Есть, конечно, насколько есть минимальная безобидная доза алкоголя, и ведутся дискуссии, но всё-таки алкоголь – это токсин, и, соответственно, он негативно влияет на яйцеклетки. Мужу в апреле удалили базалиуму. Может ли это являться противопоказанием при подготовке к ЭКО? Ранее были вопросы морфологии, лечения и самостоятельной беременности в 39. Нет, базалиума всё-таки чаще всего не требует проведения химиотерапии, какого-то агрессивного лечения. И всё-таки это крайне мало имеет отношения к спермограмме. Поэтому нет, здесь можно не откладывать, если нет каких-то тревожных перспектив или что-то, если эта ситуация решена, то здесь не имеет смысла откладывать беременность. Так, что скажите про фемиобион? Хороший препарат, небольшое количество, там единственное, нет железа, это плюс и минус, потому что он хорошо переносится, да, это комплексный витамин, он может использоваться. Единственное, хотелось бы предостеречь от приёма комплексных витаминов в течение, там непрерывного приёма в течение всей беременности, потому что хорошего в этом нет, скажем так. Интересные вопросы, у нас есть ещё время. Как раз вот наша подписчица читала такое исследование, где говорится о том, что витамин Е сокращает продолжительность жизни, и такое же исследование дало результаты по витамину А. Но по витамину А всё-таки его в меньшей степени назначают, да, это жирорастворимый витамин, который может накапливаться, который является токсичным, и при этом, ну вот, ретиноиды, которые используют дерматологи, да, они же эмбриот, токсичные, обладают тертогенным действием, и там очень строгие противопоказания к их использованию, и женщина прекращает их использование при планировании беременности, то есть вред витамина А в больших дозах, он очевиден, и сейчас тенденция к снижению, в принципе, дозы витамина А в комплексных витаминах поэтому всё хорошо, да, витамина А положительно влияет на слизистые, он повышает местный иммунитет, но доза должна быть адекватная, превышение дозы витамина А не должно быть, и действительно превышение дозы может быть тертогенным. Как Вы относитесь к таблеткам при наталфорте? Ну, наверное, витрум при наталфорте, там многовато витаминов, но тоже витамины, которые могут использоваться, но опять же не должны использоваться на постоянной основе. Подскажите, препарат фолоцин 5 мг один раз в день, это не много дефицита фолиевой кислоты по анализам? Ну вот Вы знаете, я Вам скажу честно, вот признаюсь в том, что ещё 5-7 лет назад нашими самыми назначаемыми витаминами были фолоцин и ангиовид, препараты фолиевой кислоты, которые содержат фолиевой кислоты 5 мг. И по фолиевой кислоте её польза доказана, что да, идёт реальное снижение практически до нуля пороков развития нервной трубки плода, и пороков развития нервной системы, и частично пороков сердца. И, соответственно, чем больше же, тем лучше, особенно повышение у женщин, курящих, при каких-то токсических воздействиях, при эпилепсии, да, всё это хорошо. И вот мы считали, что чем больше, тем лучше. За последние 2-3 года вышли серьёзные обоснованные исследования, которые показывают там тенденцию, да, там это ещё нужно доказывать, но тенденция очевидна, что при приёме больших доз фолиевой кислоты идёт нарушение речевого развития ребёнка, и даже больше процента аутизма. Соответственно, как всегда, мы возвращаемся к каким-то оптимальным нормам, поэтому вот сейчас, ну, практически никто у нас в отделении, мы можем назначить там ангиовид на какое-то короткое время, там фолоцин, может быть, ну, там на времени больше месяца, но они не должны ни в коем случае применяться в первом триместре, и они не должны применяться длительное время, потому что там всё-таки большая доза фолиевой кислоты, если мы говорим про оптимальную дозу, это 0,4 миллиграмма, 400 микрограмм, то есть это 0,4 миллиграмма, и на длительный приём это абсолютно адекватная доза, больше принимать не нужно. Добрый день, скажите, пожалуйста, что можно сделать, если нет овуляции? Разобраться по причинам, почему её нет, и дальше приступать к стимуляции овуляции, потому что если у нас АМГ не 0,1, препараты ФСГ сделают овуляцию в любом случае, там бывает кламифен-резистентность, то есть на таблетированной форме препаратов для стимуляции, но на препараты ФСГ больше 99% яичников дадут овуляцию. Добрый день, скажите, пожалуйста, что можно сделать, так, это я прочитала, ТТГ 3,9, надо снижать репланирование? Да, нужно снижать, да. До 2,5, а не 40? Да, да. Ага, понятно. Расскажите, пожалуйста, про анализ лептин, для чего он? Спасибо. Вы знаете, анализ лептин не имеет отношения к репродукции, он может использоваться диетологами, нутрициологами при снижении веса, когда есть какие-то проблемы со снижением веса, но вот если посмотреть дебаты, посмотреть конгрессы тех же диетологов, у них 2 противоположных лагеря. Одни считают, что лептин на что-то влияет, другие считают, что обследовать его не нужно, даже когда идёт речь о снижении веса. Можете посоветовать какие-то тесты на овуляцию? Ну, здесь любые коммерческие тесты имеют право на существование, при этом имеют право на ошибку, поэтому если хочется какой-то точности, просто тест на овуляцию нужно запараллелить с УЗИ проводимым. И, соответственно, тогда вы сразу понимаете, врёт-не врёт тест, да, опять же косвенные признаки, те же слизистые выделения, которые мы уже упоминали, да, и вот здесь за 1-2 цикла мониторинга овуляции вы уже понимаете полностью всё, что происходит. А на какой день цикла записываться лучше, чтобы не пропустить, а заранее предугадать, какой доминантный растёт? Ну, если мы берём цикл 28 дней, то всё-таки 12-13 день цикла будет доминантная фолликула, с чего там не будет овуляции. Если цикл короче, лучше это сделать пораньше. Если цикл длиннее, если цикл там уползает к 40 дням, да, то лучше это делать где-то за 10 дней до предполагаемого срока менструации. 1-го числа в сентябре подсадили 2 эмбриона. Когда отслеживать беременность? Ну, мы просим не сдавать ХГЧ слишком рано, потому что вот здесь трактовка, правильно он растёт, неправильно растёт. Если это были эмбрионы 5-х суток, то уже через 10 дней можно сдать анализ крови на беременность. Вопрос такой интересный. 31 год, зачатие и первая беременность без проблем в 30. Сейчас на УЗИ на 11-й день цикла вы увидели всего по одному антральному фолликулу. Это бесплодие на ДАЭКО? Нет, абсолютно. Это, опять же, вот про то, что оценка УЗИ может быть абсолютно разной. Можно сдать антимюллеров гормон. Опять же, посмотреть, если там только что были роды, может быть, ещё сохраняется грудное вскармливание. И на фоне грудного вскармливания яичники выглядят спящими и скромнее, чем они есть на самом деле. Да, может быть, рекомендован контроль АМГ, но вот здесь беременность может наступить в первом же цикле планирования. После менструации через 2 дня коричневое выделение на протяжении 3 дней. Но никак не беспокоят, не тревожат. Ну, да, всё-таки здесь требуется УЗИ, нужно посмотреть эндометрии, потому что разные случаи могут быть. Уважаемые подписчики, вижу акушерские вопросы. Пожалуйста, задавайте их в комментариях. Мы пригласим акушера-гинеколога, и он на них ответит. Продублируйте, пожалуйста, под записью эфира, которую мы сейчас выложим. Так, очень много просто вопросов беременных. Так, какая статистика для ПГД эмбрионов, полученных в 45 лет? В 45 лет 9 из 10 эмбрионов имеют, к сожалению, хромосомную патологию. То есть очень часто 9 из 10 переносов мы отменяем. И очень у многих женщин в 45 лет мы просто не находим здоровые эмбрионы. Один раз в месяц тянет люто левый бок, то правый. Это и есть эволюция? Ну вот вполне возможно, если это происходит в середине цикла, да, скорее всего. Вопрос. Кто лучше расшифрует спермограмму? Ну, если говорить акушер-гинеколог, там просто на приеме, или репродуктолог, однозначно репродуктолог. Репродуктолог или андролог, и тот, и другой, потому что они говорят про одно и то же, и живут одним и тем же. Подскажите, как значить девочку? Есть ли какие-то варианты, чтобы попробовать на определенный пол? Ну, единственная диагностика пола, которая дает там 99% результат, это генетическая диагностика эмбрионов. Но опять же, генетическая диагностика пола и выбор пола без показаний запрещен, чтобы не ущемлять права эмбрионов. Если говорить про бабушкины методы, у меня все-таки есть какое-то убеждение, скажем так, личный опыт про то, что зачатие за несколько дней до овуляции все-таки чаще получается девочке, а зачатие в момент овуляции получается мальчики. Но опять же, точность этой теории, скажем так, 55%, да, не 60, не 70, не 80. Интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, для каких целей перед программой ЭКО назначают тестостерон? Ну вот, это так называемый андрогенный прайминг. Тестостерон является субстратом для образования эстрогенов, и, соответственно, может быть улучшена работа яичников или немножко модифицировано даже созревание яйцеклеток, когда они плохого качества, за счет вот этого применения тестостерона накануне программы. Очень много вопросов, у нас уже время поджимает, давайте все-таки попробуем ответить. Так, на третьей неделе был самопроизвольный выкидыш, прошло 3 месяца, мазки и УЗИ в норме. Требуется ли дополнительная подготовка при следующей попытке? Ну, в принципе, да, хотя если брать какие-то международные рекомендации, то, что должен сделать доктор, сказать там возраст, сколько лет, ничего не расстраивайтесь, все планируйте, ничего вам не нужно, как бы не требуется никакого дополнительного обследования, скорее всего, это случайности, ваши перспективы такие же. Но если брать нас, может быть, мы сталкиваемся с этим изо дня в день, с пациентками с множественным невынашиванием. Вот на мой взгляд, обследование при невынашивании, особенно если это случилось в молодом возрасте, лучше провести, ну, как бы у возрастных женщин, тем более, чтобы не терять время, нужно провести, когда случилась даже одна неразвивающаяся беременность. Конечно, очень важно в тот момент сделать генетическую диагностику хориона и эмбриона, потому что 75%, 70-75% неразвивающихся беременности будут связаны с хромосомной патологией, и тогда вопросы к крови, к назначению препаратов гепарина, да, они отпадают. А когда мы этого не знаем, эта информация для нас потеряна, да, то есть 70% причин уже сразу выпали из поля зрения. Но, к сожалению, генетическая диагностика эмбрионов проводится, ну, далеко-далеко не всегда, и там за пределами Москвы она практически не проводится. Но всё-таки обследование основных факторов невынашивания должно быть проведено. Это, не знаю, это практически один анализ крови, да, это не займёт как-то много времени, но лучше это сделать. Уважаемые подписчики, мы сейчас, Мария Аркадьевна, закончим отвечать на вопрос, вот на последний, всё, что будет потом, задавайте в комментариях. Не обижайтесь, обязательно ответим, но сейчас вот последним пройдём очень ёмко и кратко, да. Так, расскажите про дифастон при планировании. Ну, вот здесь дифастон при планировании – это препарат, который не обладает сильным, скажем так, помогающим действием. Нужно понимать, для чего он назначен. Это не витаминка, не что-то, вот какое-то волшебное средство, и показания к нему очень-очень узкие. И действительно Россию называют прогестероновой нацией, потому что у нас не обосновано большое назначение препаратов прогестерона. Поэтому если доктор назначает, спросите, почему в первую очередь. Нужно ли делать перерыв между приёмами ОКИ? Оральный контрацептив. И уже 5 лет беременность планирую в следующем году. Сейчас точка зрения, что перерыв делать не надо, да, и можно просто отменить. Но, может быть, всё-таки лучше контрацептивы отменить за 2-3 месяца до того момента, как вы начнёте планировать беременность, чтобы яичники успели восстановиться. В вашем опыте после гидросальпинкса и прочистки труб гидрос, не возвращался ли? Он возвращается практически всегда, к сожалению. И что делать? Тогда повторная лапароскопия. Скажите, до скольки должен вырасти фолликул, доминантный, при наличии одного яичника, чтобы подсадить 5-дневного эмбриона при естественной овуляции? Ну, методов переноса в естественном цикле их очень много. Кто-то из докторов дожидается, когда фолликул лопнет. Кто-то уже на диаметре 18 мм даёт препараты. Или ХГЧ, или сразу препараты прогестерона. Кто-то ждёт фолликул до 20 мм, контролирует прогестерон. Поэтому вот здесь, на усмотрение вашего доктора, от 18 мм уже дальше каждый делает немножко по-своему. Можно ли вылечить поликистоз? Он сам пройдёт к 40 годам. Ребёнку полтора года. Вопрос про единичные антральные фолликулы. ГВ закончилось ещё год назад. Нужно сдать АМГ, нужно знать возраст и сдать АМГ, посмотреть, какая сейчас ситуация. И вот здесь компенсировать дефицитов. Вполне возможно, что организм ещё не восстановился после беременности. Интересный вопрос. Можно кратко либо адресовать акушерогинекологу. Как относитесь к препарату Фертина? Врач назначил при подготовке к беременности. Прекрасно. Я его очень люблю и сама, честно признаюсь, его попиваю. Когда чувствую, что вес немножко начинает выходить из-под контроля. Потому что, как уже говорила, он улучшает углеводный обмен. У моей 14-летней дочки он помог, когда появились подростковые прыщи, подростковое высыпание на коже. Поэтому здесь хороший препарат. Это препарат, опять же, инозитола. У мужа при первой сдаче спермограммы терпиозо... Тератозоосперми, наверное. Да, да, да. Подскажите, стоит ли пить трибулус? Не имею права заочно рекомендовать препараты. Какой-то препарат, который может использоваться, который андрологи назначают. Вы криоперенос со стимуляцией делаете? Делаю. Не часто, потому что мы стараемся всё-таки этого избежать. Но иногда, когда нам нужна овуляция, перенос в овуляторном цикле, там, где овуляции нет, делаю стимуляцию, перенос. Планируем мы копью лозартан и карвейдилон для снижения давления и тахикардии. В скобках хронический гломеролонефрит. Какими таблетками можно заменить безопасными для ребёнка? Ну, вот это вопрос к терапевтам, вопрос к нефрологам. Во-первых, разрешают ли они планировать прегломеролонефрит. И дальше должен быть, потому что риск гистоза очень большой, да, осложнение на позднем сроке беременности. Поэтому вот это всё должно обсуждаться акушером-гинекологом и нефрологом совместно. И совместная тактика должна быть. Потому что препараты есть, но их не так много, да, и нужно смотреть, как они контролируют давление. Что скажете про прегнотон? Два года планируем беременность, нет овуляции. Ну, он не восстановит овуляцию. Если, опять же, нет какого-либо эффекта, то пить его больше трёх месяцев не стоит. Генотипирование Эйшала-2, да, совпадение по 3 из 6. Лимфоцитарная иммунизация эффективна. Эффективна ли? Вот здесь мы с нашими докторами, которые ведут аккаунты в Инстаграме, практически всегда, там, с тремя восклицательными знаками, мы пишем это изо дня в день, из месяца в месяц, уже на протяжении лет пяти. Что Эйшаля совместимость не является показанием ни к чему, она вообще ни о чём, это анализ, который вообще не должен сдаваться. Ну, буквально на этой неделе мне как раз в Инстаграме написал пациент, который рекомендовали донорскую сперму из-за Ашаля совместимости, то есть это просто преступная рекомендация, Ашаля совместимость не влияет ни на что. Тем более лимфоцитотерапия, то есть как бы лечение, которое, опять же, тоже, кроме нагрузки, не даёт ничего. Может быть, с ошибкой написано, пароавариальную кисту обязательно ли удалять? И какая ситуация, если в будущем планируется беременность, до этого было 2 кисовые сечения? Пароавариальную кисту мы чаще не трогаем, они абсолютно безобидны, если там нет какого-то активного роста, если она меньше 2 см, за ней просто наблюдают. Опять же, если там следующая беременность, кесарево сечение, её можно удалить при кесаревом сечении. Как Вы относитесь к тесту Шуварского? Информативен ли он? Это вот следующая красная тряпка для репродуктолога, тест Шуварского, информативен в 50% случаев, то есть 50 на 50, или он ошибается, он не даёт никакой точной информации, и на его основе никакой лечебной тактики выработать невозможно, поэтому его бессмысленно сдавать, так же, как и пробу Курцрока-Миллера. Это ни о чём, это те исследования, которые уже нужно забыть, действительно, как они, так же, как и исследования антиспермальных антител, везде, кроме спермы, да, то есть на антиспермальные антитела показательны только мартест, все остальные определения в крови мужчины, в крови женщины, эти исследования не говорят ни о чём, соответственно, про них уже просто давно пора забыть. Не знаю, вопрос к вам или нет, но, допустим, да, 10 лет назад прижигала эрозию, и опять она возобновилась, что нужно делать, прижигать её опять лазером? Ну, вы знаете, в начале 2000-х годов, когда как раз появилась лазер-коагуляция и радиоволновое лечение, да, все эрозии, даже молодых девочек все увидели, что нет рубцевания, всех начали активно лечить. Один раз, второй раз, третий раз, потом столкнулись с атрофией эпителия, да, с тем, что эпителий повреждён, не восстанавливается, начались контактные кровотечения, проблемы с шейками уже после лечения. И, соответственно, эта мода прошла, поэтому нужно сейчас лечить или не нужно, нужно сделать кольпоскопию, нужно сдать мазочек на онкоцитологию, и дальше будет видно, да, поэтому сейчас такого, как бы, огульного лечения уже не существует. Так, хорошо, спасибо вам большое, Мария Аркадьевна. На те вопросы, которые мы не ответили, пожалуйста, продублируйте в комментариях, мы обязательно ответим. Спасибо всем, кто принял участие в нашем прямом эфире. Желаем здоровых деток, лёгких в опланировании беременности. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до следующих встреч. До свидания, всего доброго, спасибо огромнейшее за такой интерес к нашей проблеме, к нашему аккаунту. Пишите обязательно ваши вопросы, на которые мы не ответили, под постом, мы обязательно на всё это ответим, мы позовём акушеров наших замечательных для того, чтобы они ответили на акушерские вопросы. Всего вам доброго, здоровых, счастливых детей, тогда, когда вы этого хотите. И хорошего дня сегодня, до свидания. Спасибо. Продолжение следует...